Напряженная мелодия создает соответствующую гнетущую атмосферу и сегодня в Республиканской прокуратуре уже сообщили, привлекать детей для участия в таких акциях не следует, ведь кто-то из них стоял в снегу на коленях. Надзорное ведомство исходит из приоритета обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, а также их права на образование. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение прав граждан, на благоприятные и безопасные условия проживания. А вот это уже первоначальная запись, предоставленная родителями. Детский шум, гам, кто-то даже улегся в снег, каникулы, ведь говорит юный участник флешмоба. С мамой и братиком просто пошли, потому что дома скучно, охота гулять и дышать свежим воздухом. А школа ведь в проблеме стоит. Школа тебе нужна? Школа, да, хотелось бы, чтобы была поближе. Насилие детей никто не привлекал. Дети просто, наши дети вымотаны, они очень сильно устали. Ранние подъемы в 5 утра, в 5.30 утра подрывают здоровье детей. Мы собрали согласие, вот лично мое согласие о том, что я даю согласие на обработку персональных данных. Вот в этих сугробах и происходил детский флешмоб. Точка выбрана не случайно. По словам местных жителей, именно здесь, на улице Фиалковой, уже много лет должны стоять школа, детский сад, медицинский центр, дворец культуры. Как видим, голое поле. Очень насущная тема для нас, для всех, потому что у меня есть тоже старшая дочка. Мы ее ежедневно возим в садик. То же самое. Она обожает садик, но не хочет ездить только из-за этой долгой дороги. Были письма также в прокуратуру, в Минземмущество о том, чтобы земли оставались муниципальными и были закреплены социальными объектами. Здесь есть бумаги, где 19-20 год непонятным образом были переведены в ЖС. Получается, участок можно застраивать индивидуальным жильем, считают местные обитатели. Сегодня выяснилось, что за ситуацией внимательно следят в Казанском, Кремле. «Максимально то, что сейчас, как сейчас можно решить эту ситуацию, они ее сейчас как бы решают. Там и автобус дополнительный, на перспективы строительства школы. Да, мы видим, что, конечно, вы видите, что, к сожалению, это не удовлетворяет и идут на какие-то не совсем однозначные методы, как вот флешмоб, который был вчера. Но, тем не менее, вопрос на повестке стоит, он решается». Ну а с наступлением оттепеля жильцов этих поселков ждет испытания уже разбитыми дорогами. Марсей Бигбаев, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир.